Однажды из вас однажды был рождён. Если вы откроете паспорт, вы увидите этап вашего рождения. Если вы спросите у вашей мамы, когда вы родились, она вам расскажет. Если вы спросите у вашей семьи, каким было ваше рождение, оно наверняка чем-то запомнилось. У меня двое детей, старшие дочки семь, вашего сына три. Я помню первые роды, ну в смысле дочки роды, и помню роды своего сына. Не я рожал, но я очень сильно помню. И я так понял, что оно запомнится училище на то. И вот каждый из нас он был когда-то рождён. И вы знаете, в тот момент, когда мы были рождены, и даже до этого, когда мы с вами были зачаты, это допустил Бог. Допустил Бог, что вы появились. Допустил Бог, что вы были зачаты. Знаете, шансы на то, что появились именно вы, 200 миллионов к одному. То есть, как бы, шансы того, что именно вы появились, с вашими чертами лица, с вашим характером, с вашими повадками, скажем так, да, вот с тем, кто вы есть, 200 миллионов к одному. То есть, вероятность того, что именно появились вы, была очень-очень низкая. Но вы это сделали, вы появились. И знаете, ваше появление, оно вообще не случайное. Оно очень уникальное. Потому что каждый из вас был в мыслях Бога. О каждом из вас был думал. И если бы думал о вас, то Бог наделил вас определёнными дарами, определёнными талантами. Если кто-то из вас был не слушать, то ты ничего не убеешь. Ну, придумайте, что ему ответить. Потому что у вас есть очень многое. У вас есть то, чем наделил вас Бог. У вас есть те, те способности, которые есть непосредственно только у вас. И когда мы говорим о лидерстве и о том, что в лошадях в лидерстве, то вот у вас, как у людей, о которых мечтал Бог, о людях, которые могут изменить очень многое, У вас есть то, к чему вы не равнодушны. У вас есть то, что зажигает ваше сердце. У вас есть то, к чему вы не можете относиться равнодушно. Есть то, что зажигает ваше сердце. Есть то, что вдохновляет вас. Есть то, что не позволяет вам сидеть на скамейке, и вы встаёте. Есть то, на что вы не можете ответить «нет». Есть то, на что вы способны ответить «да». Есть то, что не оставляет вас разве равнодушными. Есть то, что вдохновляет вас и заставляет двигаться вперед. Книга «Не ель» – первая глава, первая и вторая главы. Вы можете перечитать, когда вернитесь домой. Дальше всю эту историю. Хотел бы на один момент обратить внимание. Книга «Не ель» начинается с того, что… Давайте прочитаем. Рассказ «Не ель» – сына Хахарьев. В 20-м году, в 10-м, наверное, месяце. Я читаю со временем русский перевод. «Когда я находился в «Креме» с Иисусом, мне пришел один знак в моей Ханане, а с ним несколько человек из людей. Я рассказал их об людей, уцелевших после пересидения, и об Иерусалиме». И они рассказали мне. Посмотрите, что они рассказали. Как тему «Не ель» они нарисовали, что с Иерусалимом, что с Иерусалимом, что с Иерусалимом после переселения. Вот он рассказывает. «Те, кто пережил переселение, вернулся народью без… вызывая презрение соседних народов. Стены Иерусалима разрушены, а городские вороны сошли дотла». Какая картина? Прекрасная картина или нет? Очень. Нет? Картина вообще не вдохновляющая, да? Вообще не вдохновляющая. И вот он рассказывает это ниви. И вот это ниви поражает. Он молится. Вы в первое время можете прочитать ему монитму. И вот когда он заканчивает монитму, краткая праздника. «Я служил тогда виночерпием у царя». Он был виночерпием у царя у царя. «Нееме» в то время является виночерпием. Если вы посчитаете вообще, кто такие были виночерпием в то время, это были очень и очень доверенные люди. Очень доверенные люди. Потому что они подавали практически вино царю. Подавали на банкеты. Это была очень ответственная должность. И считалась особо ответственной. Если вы в словарях прочитаете, то это тот человек, которому доверял царь. И в свою очередь это давало виночерпием возможность влиять на царя. То есть это было круче и сильно доверенное лицо. И вот Нееме является таким доверенным лицом для царя апельсинов. Но он слышит, что происходит с его Родиной, грубо говоря, да? И вот в нем что-то происходит. Фактически Нееме в этот момент у него вообще все в шоколаде. Ну, все в шоколаде. Доверенное лицо у царя. Если ты доверен на лицо у царя, у тебя есть все. У тебя проблема. Ты обеспечен. У тебя загородный дом. У тебя хорошая зарплата. У тебя все отлично. У тебя нет проблем. И вот Нееме, а вот такой фактически человек. Но с ним происходят интересные вещи. Вторая глава начинается со следующего месяца. И в царе в двадцатой группе ранения царя апельсинов, когда приносили вино, «Я нанес кашу за любви подло ему». Царь, прежде не видевший меня печалью, спросил, отчего на лице твое печаль? Ты ведь не болен? Нет. Видно, точная печаль у тебя на сердце. Нееме, у которого все прекрасно, у которого нет проблем в жизни, который очень хорошо устроен. После известия о том, что происходит у него на родине, он приходит в состояние печали, которая не только где-то у него внутри, но выражается и снаружи. Царь видит, что с ним что-то не так. Он видит, что у него на сердце печаль. И он задаёт вопрос, отчего у тебя на сердце печаль? Видно точно, что у тебя на сердце печаль. Услышав это, я с большим, в большом страхе от печалася люди. Да живёт царь вечно. Как мне не печалиться, если город, где гробница моих братцов, лежит в запустении, а его ворота сожжены до тла? Как мне не печалиться, когда гробницы моих братцов лежат в запустении, а его ворота сожжены до тла? Тогда царь спросил, ты почему ты желаешь? Я помолялся Богу-нудесскому, ответил о том, чтобы перенеситься, отправиться туда. Неемья, у которого было всё прекрасно, слышит о положении тела на уровне. Он находится в состоянии печали. И он перемещается. Оставляет, фактически, своё самое хорошее место. И отправляется туда, для того, чтобы там возводить стены и восстанавливать город. Униений в этот момент зажжёгся огонь внутри. Он не был равнодушен. Он не смог остаться равнодушным к тому положению вещей, в котором находилась его Родина. Это зажгло его сердце. Он не смог смениться и сказать, ну окей, хорошо, всё нормально. Ему пришли рассказать, ну нормально. Такова жизнь, что поделаешь, да? И он остался жить так, как он жил дальше. Нет. Он рассказал абсолютно по-другому. Это зажигает его сердце. Вот эта вот проблема, которая произошла, зажигает его сердце. Ребят, что зажигает ваше сердце? Что зажигает твоё сердце? Зажигать сердце может нужда. Зажигать сердце может чужая боль. Возможно, ты неравнодушен к чужой воле. И ты способен ей делать на чужую боль и помогать. Возможно, тебя зажигает твоё сердце нищета, когда ты видишь людей, которые нуждаются больше, чем ты. Возможно, тебя зажигают бездомные дети или дети, живущие в детских домах. И ты зажжённый. Ты хочешь ему служить. Возможно, тебя зажигает проблема естественной реабрии, в котором потопают твои одногруппники, твои друзья в алкоголе, в курении, в беспорядочном сексе и так далее, и так далее, и так далее. И тебя зажигает это для того, чтобы менять эту проблему и служить каким-то образом. Возможно, тебя зажигает несправедливость, с которой ты сталкивался. Возможно, тебя вдохновляют и зажигают огонь в своём сердце люди с ограниченными способностями, которым ты хочешь помочь и каким-то образом повлиять на их жизнь. В своём сердце обязательно есть огонь на какую-то нужную. В своём сердце есть огонь, который способен изменить чью-то жизнь. В 2000... Эту историю уже расстанавливаем. Возможно, кто-то её когда-то уже слышал. Но это история, которая очень сильно повлияла вражение на меня. Я не помню точно уже какой год. Это был, наверное, год 2013. Да, это событие 2014 года было. Я тогда жил в Николаеве. Занимался молодёжным суждением на реке в Украине. И я ехал из Сенгерополя, в Веническ. Мы планировали провести молодёжную поливную школу. И я хотел от демаграда из Севастополя заехать в Веническ, посмотреть базу, и потом уже поехать на Николаев. Сокращаю историю. У меня есть друг, который живёт в Сенгерополе. Я его попросил. Можешь, ты меня подбросишь в Веническ? Он говорит, окей, хорошо. Мы с ним в Сенгерополе едем в Веническ так утром, для того, чтобы ему не успеть вернуться в Николаев. И вот мы с ним едем утром. Ничего не подключаем. Теперь он за рулём. Я все, говорят. Все в ажуре. Все отлично. Мы едем. Мы подъезжаем с Джангпоя. Где-то остается, где он там, последнее СО. Перед Джангпоя. И смотрём, он на обучину встаёт и тормозим на обучину. Я говорю, а что ты тормозишь? Я говорю, час, подожди, две минуты. Подожди, не две минуты. Я говорю, ну две минуты это две минуты. Сижу. Он вышел из машины, куда-то пошёл. Возвращается, садится. Разворачивается в обратную сторону. Я говорю, так, потащи нам туда. Он говорит, сейчас, подожди, две минуты. Подожди, две минуты. Смотрим опять. Смотрим, опять припарковывается на обочине. Куда-то уходит. Я смотрю, куда он идёт. Т.е. он уже возвращается. И он возвращается не один, а возвращается с человеком. Реально, по всему видно, что это человек без определенного места жительства. Он открывает дверь, как ему ничто не было. Он садится на человека назад, не в стене. Ну, там реально по человеку не было понятно, что это мужчина или женщина. И два пакета. Он закрывает дверь и садится. И говорит, Жека, ты представь. Этот человек собрался до сих пор, когда идти пешком. Жесть. Я говорю, ну печально как-то. Понимаю, мы в клинической ели. Он говорит, слушай, ну давай поможем. Ну, мы должны помочь. Его было утверждение, мы должны помочь. Я говорю, как помочь? У нас времени не так много, надо это будет, я не знаю, ну давай. В общем, мы возвращаемся, едем в Джонгой. Заезжаем в Джонгой. Пытаемся каким-то образом оформить, не знаю, джонгажейшенов. Каким-то образом отправить. В общем, у нас не получается отправить ни на автобусе, ни на поезде. А фокусов не было, поездов тоже, вроде бы, не было. И просто там документы вели, когда уже надо было документы показывать. В общем, мы никак обхабить не можем. У меня рождается генеральный. Моя. Я говорю, Серёжка, слушай. Я не так часто с такими людьми пересекался, но я уверен в одном. Если им нужна твоя помощь, они пойдут на твою условие. Если им нужна помощь, они пойдут на твою условие. А он говорит, ну, да, давай. Я говорю, давайте сделаем условие. Вот посадь меня в пункте А. И скажем, что если ты через 3 часа никуда не уйдёшь, тебя обезут всех кровать. А он говорит, ну давай. В общем, купили бы там 3 пары, еще что-то купили в машине. Посадили её, дали бы поесть. Я говорю, слушай, вот здесь сидишь, 3 часа сидишь. Тебя против всех кровать. На 99 процентов я уверен, что в данном клинике никого подавно не будет. Ну, вот мне мой опыт говорил так, что он и не будет. Тогда человек пошел, пойдет решать каким-то образом свои вопросы. Поедем по клиническому, мне ответственно возвращается обратно, я уже пишу свои вопросы. Еду в маршрутке на Николаев. Думаю, позвони. Звоню ему, говорю, привет, ну что, как дела? Он говорит, отлично. Я думаю, ну что, как вам? Думаю, точнее, только подруга. Он говорит, там все прекрасно. Я говорю, смотри, а он говорит, так как она сидела, так она и сидела. Где мы его салили, там она и осталась. Я говорю, ну как? Ну и там вот так. Сидела, она сейчас машиницом подним. Я говорю, отлично, а дальше что тут? Он говорит, я не знаю, сейчас в Европу приедем, будем что-то решать. Хорошо. Вечером перезваниваю ему, говорю, слушай, ну как у тебя дела? Он говорит, все классно. Я говорю, а что ты с ней сделал? Он говорит, я его берешь в сетях. Позвонил руководитель для отдела адолитуры. Сказал, слушай, есть или нет? Надо помочь. Они пришли. Всестры там, ну да, там в сетке этот самый был, в санузел. Дружу вообще ему, а, мыли, примыли, одели, приодели. А он говорит, ты ее не знаешь. Я говорю, шикарно. А дальше что-то собираюсь с ней делать. Он говорит, я еще не понял, у меня есть там одна идея. Хочу ее в рецептор в Днепр отправить. Вот. Ну, посмотрим. Перезваниваю ему через несколько дней. Ну что, как там? Он говорит, все отлично. Он говорит, правда, как бы, денег у него собирали, там, на автор, на автобусе ее отправили. Только на поезде к Владишемле, правда, у него, как бы, никаких документов с собой нет. А там на поезде документы были. Я говорю, ну, с проводниками договорились, в общем, мы ее до Днепра отправили, там ее встретили. Она уже в рецепторе, там, в Днепре отправилась. Я думаю, шикарно. Я говорю, видите, а по-моему, все, как вы у меня, ничего не помните. А вот. Проходим две на месяц и совсем после этого своего дела. Может быть, восемь даже. Перезваниваю. А, не-не-не. Это он, да, это он мне говорил тогда, когда я с ним раздакал. Мы себе поговорили, я вам такую фразу в конце говорил. Он говорит, слушай, а знаешь, была одна вещь, о которой не знал ни я. Я думаю, какая? Он говорит, оказывается, она беременна. О боже. Опять. Я думаю, ну что, классно. Проходит где-то месяца в семь. Перезваниваю. Он мне как-то и говорит, слушай, помнишь, тут женщина, которую мы подобрали на трассе, которую в рецептор вот не подобрали. Он говорит, знаешь, что в рецептор отзвонились, контакты все сохранялись, отзвонились в рецептор и сказали, что это женщина родила девочек. И вы знаете, я вот это вот слушаю все во всей вот этой истории. Вот у меня очень сильные уронки преподавали. Но знаете, я ловлю и понимаю, что если бы я вот в тот день находился за рулем вместо моего друга, 99% я бы не остановился. Я бы не остановился. Я бы поехал дальше. Но у моего друга огонь в сердце по отношению к таким людям. Он не только этого человека нашел. Он таких людей каждый день находит. Понимаете? Он каждый день находит таких людей. И он каждый день им помогает. У него нет другой категории людей, которые вам помогают. Он помогает людям, которые реально бездомны, у которых по внешнему видно, что у них нет ничего. Вот таким людям он помогает. У него сердце ориентировано на то, чтобы помогать вот таким людям людям. Его сердце зажигают такие люди. Он не остается равнодушным к такой категории людей. А что зажигает твое сердце? Какая нужда зажигает твое сердце? На что ты готов отвечать? Да. Что не позволяет тебе сидеть на скальнике просто так, не заставляет тебя двигаться? Что заставляет тебя двигаться? Что вдохновляет тебя? Можно фотография? Это парень. И мы 14 лет дали. Мы с ним познакомились. Тот, что Иосиф. Которая была. Он сам звуковил. Они находились в ФИИ, на лечении. У него обнаружили уголовную мозгу, у меня предпосылся Сергей. Он родители дали здоровье. Они на него вышли и попросили о том, чтобы у вас откусили, нам не совершили помазать. Или это очередная операция, которая происходит. И вот первый раз, когда я из них увиделся, я приехал вместе с Сергеем, для того, чтобы совершить служение имени Памазани. Мы с ним встретились в детской комнате. Он сидел. Мама была рядом с ним. И вот перед тем, как совершить служение, мы с ним разговаривали. О его жизни, о том, как он живет, что, как здесь, и почему. И вот он рассказывал немножко о Сергеи. Рассказывал о том, что он любит церковь, о том, что он любит служить в церкви. Он любит следопытом. Он был год назад фактически перед этим на следе следопытством, которое лучше проходил. И вот этот аппарат, что у него поливилось фактически весной. Его прооперировали весной. Было бы все нормально. И ровно через полгода он ему дал лицидент. И он опять оказался в больнице. И вот он цитировал. Псалмы, 22-й псалмон цитировал. 90-й псалмон цитировал. Знаю ли? Другие псалмы цитировали. Рассказывал. Рассказывал, что ровно обновляет. Церковь ровно обновляет. Потом он сказал какую-то фразу. Он говорит, когда я вырасту, подросту, я хочу стать пастором. Я хочу служить. Мне это очень нравится. Меня это зажигает. Я хочу служить. Мы совершили служение для промазания. И мы сделали это. Через день я совершиваюсь операцию. Операция ничего особо не дала. Опухоль продолжала расти. Через время мы сделали... Они уже... Мы приехали в него. Еще братья были. Еще раз помогли за него. Еще раз сделали. На него и попозали. Перед очередной операцией, которая у него была. Он был жизнерадостным. Он был очень любимым. Ну, ты на него смотришь, ты не понимаешь, что у него такие проблемы. И его выдавало то состояние, в котором он отойдется. После чего, очередной операции, там еще была вся эта история. Его переводят с Кудраков и... И вот, меня звонит его мама и говорит, слушай, если можешь приедем там. Увидимся там. И там, где дальше надо. И я приезжаю из Кудрака к нему. И там, захожу к нему в палату. С мамой зовут. Он лежит на кровати под прибором. И когда мы с мамой попросили, он лежал. И мама ему говорит, сас. Помнишь, Женя? И вот единственное, что он смог не сказать, а показать. Голоборова? Да. Он. Больше он ничего уже не мог сделать. Ничего не смог сделать. Мы с мамой постояли, я постоял очень много. Он уже не мог говорить. Он уже практически не мог двигаться. Он был полностью лежачим. Мы побыли немножко, я посмотрел на него. Мы взглядом обменялись. И я ушел. Через два или три дня их перевезли домой. И практически где-то через полтора недели после того, когда они оказались в зону. Его не смогли со всех. Не смогли. В 14 лет памяти. Чему я расскажу эту историю? У него был огурен сердце. У него было видение, кем он хочет стать. Он хотел стать пастором. Он хотел служить Богу. Это его зажигало. Это зажигало его сердце. Я не знаю почему. И не отвечу на этот вопрос. И никто из нас не ответил на этот вопрос. Вопрос, почему Бог распорядился таким образом, это вопрос, на который ответил только Бог. Но я знаю, что он не сможет уже реализовать свое нечто. Он не сможет воплотить свое видение будущего в жизнь. И тот огонь, который был внутри него, к сожалению, он не сможет реализовать. В твоей жизни все по-другому. У тебя есть жизнь. У тебя есть день солнечный. У тебя есть возможность сформулировать и сформулировать своё видение. И у тебя есть сегодня возможность понять, что зажигает твоё сердце. У тебя есть время для того, чтобы понять, что зажигает твоё сердце. Что заставляет тебя не быть равнодушным. Что заставляет от тебя не быть равнодушным? Осознай. Помолись. Почувствуй. Приняй. И осуществляй то, что заставляет от тебя не быть равнодушным. Что заставляет тебя не следить на скамейке, а встать и близко. Осуществляй то, от чего твоё сердце глядет. Потому что тебя сегодня есть. Помолись. Отец Небесный, по имени Иисуса мы обращаемся к тебе и славим тебя, Господи. Благодарим тебя за твою жизнь, которая тогда нужна, и за то, что сегодня мы находимся здесь. Мы можем обращаться к тебе, мы можем славить тебя, мы можем прославлять твоё имя. Господи, каждого из нас ты наделил дарами и способностями. И у каждого из нас есть то, к чему мы не равнодушны. У каждого из нас, Господи, есть тот огонь, который есть в нашем сердце. Который... Который зажигает наши сердца. Который, Господи, заставляет нас двигаться, а не сидеть на скаме и запаснуть. Господи, я тебя сегодня хочу особо попросить от этой молодёжи, которая находится здесь, от парнях, от девушек, от твоих детях, Господи. Я хочу тебя попросить о том, чтобы Духом твоим святым ты особо есть в их сердце. Чтобы, Господи, они почувствовали тот огонь, который есть внутри их сердца. К чему ты их призываешь, Господи? Что зажигает их сердце? Господи, дай им это осознать, понять и начать воплощать жизнь и отвечать на ту нужду, которая зажигает их сердце. Господи, пожалуйста, не оставь их равнодушными. Пожалуйста, зажги их сердце. Во имя Иисуса я прошу тебя об этом. И я прошу тебя, Господи, для твоей славы это осуществить, для славы твоей церкви. Пусть, Господи, то, что они будут осуществлять, то, что они будут делать, Господи, находясь, вернувшись домой, Господи, благослови их, пожалуйста, в этом. Чтобы это было благословением для них и благословением для их общин, которая так находится. чтобы те люди, которые находятся рядом которые еще не знают тебя через их жизнь, через огонь их сердца, они могли бы узнать почувствовать тебя Господи, великого Бога, который также заботится о них, но которые еще не знают Его, Господи пожалуйста, благослови благослови твою молодежь и благослови твоих царей, в которых находится молодежь, во имя Иисуса мы просим тебя мы благодарны тебе за то время, которое мы сегодня пожалуйста, Господи зажигай наши сердца зажги наше сердце нуждой на которую мы хотим отвечать Господи, дай нам осознать к чему мы нервно нужны что заставляет нас двигаться вперед, что заставляет нас вставать и идти что, Господи, заставляет нас отвечать да, во имя Иисуса благослови Господи нас услышь нас и помилуй во имя Христа Аминь